Они создавались, чтобы быть лучшими. Они встречали врага лицом к лицу. Они знали трагедии и победы. Благодаря мужеству тех, кто на них служил, они вошли в историю и по праву заслужили титул «Морские легенды». Смотрите в этом выпуске. Михаил Кутузов. Бесстрашный ветеран Холодной войны. Победив вместе с союзниками во Второй мировой войне Германию и Японию, Советский Союз все свои силы бросил на восстановление страны. Между тем, мирная передышка была недолгой. Наступала Холодная война. В сложившейся экономической ситуации первая после войны десятилетняя программа военного кораблестроения СССР определяла строительство легких крейсеров, боевых кораблей нового поколения, с учетом опыта прошедшей войны и тех новых разработок, которые предоставляли отечественная послевоенная наука и производство. Разработку новых крейсеров в Советском Союзе начали еще в 1937 году. Проект получил индекс 68. Но в связи с началом Второй мировой войны проект был отложен. А уже после войны стали понятны многие его недостатки. В связи с этим новый проект получил индекс 68К. В 1947 году были даны новые тактико-технические задания уже к новому проекту 68БИС. Крейсеры проекта 68БИС должны были прикрывать атаки своих эскадренных миноносцев и торпедных катеров, защищать линкоры и тяжелые крейсера от атак вражеских эсминцев, при необходимости вести огонь по береговым целям и осуществлять самостоятельные действия в районах нахождения кораблей противника. Эта серия боевых кораблей оказалась самой многочисленной в истории крейсеров Советского судостроения. В строй было введено 14 единиц проекта 68БИС. Один из них получил название в честь легендарного русского полководца Михаила Иларионовича Кутузова, главнокомандующего российской армией в Отечественной войне с Наполеоном 1812 года. Крейсер Михаил Кутузов был заложен на Николаевском судостроительном заводе в 1951 году, в феврале месяц. На воду спущен в 1953 году, в декабре. Затем, сдав специальные задачи, корабль был включен в состав Черноморского флота. День 9 августа 1954 года считается днем рождения корабля. Длина — почти 210 метров, ширина — 22 метра. Полное водоизмещение — 18 360 тонн, осадка — 7,9 метра. Бронирование. Бронепояс от 50 до 120 миллиметров. Боевая рубка — 130 миллиметров, палуба — 50 миллиметров. Артиллерийское вооружение. Главный калибр — 4 башни по 3 орудия МК-5БИС. Калибр — 152 миллиметра. Универсальный калибр. 6 башен по 2 орудия СМ-5-1С. Калибр — 100 миллиметров. 16 сдвоенных 37-миллиметровых зенитных автоматов В-11. Скорострельность — 160-180 выстрелов в минуту. 8 сдвоенных 30-миллиметровых зенитных автоматов АК-230. Скорострельность — 1000 выстрелов в минуту. Экипаж — 1270 человек. Силовая установка паротурбинная. Мощность — 125 тысяч лошадиных сил. Максимальная скорость хода — 32 узла. Дальность плавания при скорости 18 узлов — 5220 миль. Башни главного калибра размещались на носу и корме крейсера. Каждую башню обслуживало от 48 до 62 человек. Дальность стрельбы главного калибра составляла 32 километра. Использовались бронебойные, полубронебойные, осколочно-фугасные снаряды, дистанционные гранаты. Своеобразный такой снаряд по воздушной цели стреляли с главного калибра. Чем поражали, то просто массой осколков и разлетом этих осколков, областью разлета. Область разлета представляла собой эллипсоид с осями 400 на 200 метров. Вот что это такое было дистанционная граната. Артиллерия универсального калибра располагалась в башнях вдоль бортов корабля. Три с правого и три с левого борта. 100-мм орудия этих башен могли вести огонь по морским, береговым, но прежде всего по воздушным целям. На башнях был установлен радиолокационный дальномер, с помощью которого можно было более точно определить дистанцию до цели. Среднее значение скорострельности – 18-20 выстрелов в минуту на установку. Для того, чтобы комендоры, заряжающие всегда находились в хорошей физической форме, выполняли заданный темп стрельбы, морячков вместо утренней физзарядки приводили в артиллерийский погреб. Ну и поутру, надев штанце, нелюбезно перекидывали с рук на руки до посинения такие патроны. И, как говорил товарищ Маяковский, «Мускул свое тело тренируй с пользой для военного дела». Прямо под башней располагался «Барбет» – отделение со стеллажами вдоль стен, где вертикально укладывались снаряды первого выстрела. Современный морской бой скоротечен. После объявления учебной или боевой тревоги, чтобы не терять время и не дожидаться, пока из артиллерийского погреба подадут боекомплект в башню через перегрузочные помещения, боезапас для первого залпа располагался прямо в подбашенном отделении. Объявили тревогу лично. Состав через 45-60 секунд занимал место на боевых постах. Здесь находилось 4 человека. Они по команде «Подать боезапас» были готовы с этих стеллажей подать боевые снаряды уже непосредственно в боевое отделение, в саму башню. После модернизации крейсера для борьбы с авиацией противника на нем стояли 24 зенитные арт-установки двух калибров 30 и 37 мм. Точность стрельбы в дополнение к оптическим средствам наведения орудий на цель обеспечивали специальные артиллерийские радиолокационные станции. Крейсеры проекта 68БИС стали последними чисто артиллерийскими кораблями Советского военно-морского флота. В их конструкцию заложены все основные достижения военного и послевоенного периодов. Все они оснащались новейшими на тот период радиотехническими, навигационным оборудованием и средствами связи. Плюс к этому у них была автономность до 30 суток и дальность плавания до 9 тысяч миль. Именно на такое расстояние рассчитывалась загрузка провизии, топлива, масла, пресной и технической воды. Главная энергетическая установка «Кутузова» включала в себя шесть основных паровых котлов и два главных турбозубчатых агрегата. Высота крейсера от самой низкой точки, киля, до глотика, расположенного на главной мачте корабля, фок-мачте, составляла 59 метров. Чтобы вы еще имели представление о степени углубленности крейсера, еще пять этажей вниз. Мы с вами находимся на первой непрерывной палубе, она идет с носа до кормы. Ниже расположена вторая непрерывная палуба, она бронирована, 50 миллиметров толщина брони. Еще ниже три платформы, только потом идут цистерны, трюма и днища. Кстати, днище у крейсера выполнено в противоминном варианте двойное. Для кораблей проекта 68БИС была разработана специальная технология строительства цельносварного корпуса. Впервые в отечественном кораблестроении броневые плиты стали не только защитными, но и несущими конструкциями корабля. Это увеличивало прочность и уменьшало вес, давая возможность усилить вооружение и увеличить боезапас. Крейсер разделен на 2500 помещений. Помимо служебных, на Кутузове было три врачебных кабинета, каюты терапевта, хирурга, стоматолога, четыре библиотеки, кинозал, где показывали кино по выходным, офицерская кают-компания, 42 офицерских каюты, одноместных и двухместных. Для тысячи матросов срочной службы было предусмотрено 38 кубриков различной вместимости от 20 и до 70 человек одновременно. Этот кубрик считается один из элитных. Почему? Потому что не так много людей здесь, всего лишь 27 человек и есть, иллюминаторы. Большие кубрики на 40, 50, 60, 70 человек расположены в носовой, средней, кормовой части и на палубу ниже, а то и на две палубы ниже, естественно, без иллюминатора. На советских кораблях послевоенной постройки вплоть до начала 60-х годов даже конструктивно не было предусмотрено столовой личного состава. Офицеры завтракали, обедали и ужинали в кают-компании. Матросы принимали пищу прямо в своих кубриках. Единственным человеком на корабле, которому разрешено было питаться отдельно, был командир корабля. Это была его привилегия. Специально для него на корабле существовал салон со своим буфетом. Специально назначенный матрос, вестовой, накрывал этот салон и готовил по заказу командира корабля. Весь остальной экипаж, от старшего помощника командира корабля до последнего матроса первого года службы, питались по единому меню. С той лишь разницей, что офицеры питались в кают-компании, мичмены в малой кают-компании, а весь остальной экипаж в кубриках. Первый поход Михаила Кутузова был самым трудным. В июне 1957 года крейсер вышел из Севастополя в Ленинград на празднование юбилея Октябрьской революции через Черное и Средиземное моря в Атлантику, а затем в Северное и Балтийское моря. И дополнительная задача была к кораблю поставлена в Северо-Западной Атлантике найти как можно больший шторм, чтобы понять, что построили. Корабль был новенький. Был найден могучий шторм. Крейсер туда пришел целенаправленно. И во время этого шторма был зафиксирован угол крена на левый борт, максимальный. После этого корабль встал на киль, но правая скула с якорем на ложементе якора лежал. Конструкция вместе, 20 тонн. Его просто вывернуло, как зуб, и положило на палубу. Несмотря на то, что Михаил Кутузов не произвел ни одного боевого выстрела, его историю сложно назвать неинтересной. На счету крейсера 15 дальних морских походов, участие в операции по спасению моряков со взорвавшегося линкора «Новороссийск». Кутузов нес боевое дежурство в Средиземном море и Атлантическом океане. А во время арабо-израильских конфликтов в 1967 и 1973 годах корабль был командным пунктом главного военного советника Советского Союза в Египте. Само нахождение крейсера в порту Александрия, то есть советского крейсера, привело к тому, что никаких налетов, никаких атак на порт и город Александрия израильтяне не применяли. На корабле проходили съемки фильма «Увольнение на берег», и снимавшиеся в нем актеры Лев Прыгунов и Владимир Василский несколько дней жили среди матросов Михаила Кутузова. На палубу крейсера не раз поднимались первые лица государств, а сам он совершал официальные визиты в Албанию, Хорватскую республику, входившую тогда в состав Югославии, в Румынию и Алжи. Крейсеры проекта 68БИС с самого своего появления и до начала 70-х годов XX века были основой Советского военно-морского флота, его костяком. Михаил Кутузов с гордостью демонстрировал советский военно-морской флаг в водах Средиземного моря. В 1988 году крейсер был переведен в резерв военно-морского флота, а через 10 лет исключен из состава ВМФ. Затем, в июле 2002 года, Михаил Кутузов совершил свой последний поход из Севастополя в Новороссийск. Бросил якорь у городской набережной и теперь служит стране, как корабль-музей морской славы России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова